Комедии Гайдая любят все. Талантливые фильмы реально затрагивают тонкие струны души, а стрелы юмора попадают в самое сердце. Многие песни из его 18 творений давно стали поистине народными. У жены натихаре от Сустава правится. Это самая лучшая песня в новогоднюю ночь. У меня из бриллиантовой руки про зайцев поем. Все в караоке и гитара постоянно с нами дома. В программе фестиваля белеет мой пара с более 20 концертных номеров. Каждый участник от души порадовал зрителей мастерским исполнением любимых песен. Фестиваль объединяет нас, работников культуры, поскольку здесь каждый из нас пытается показать, не просто выйти с номером, но как-то его еще театрализованно показать. Наиля Обзялова и творческий коллектив из Молокова выступили с песней, что не вошла в фильм «12 стульев». Полосатая жизнь впервые прозвучала для гостей киноконцерта. На фильмах «Гайдая» я выросла. Это мой самый любимый режиссер. Песни мы всегда поем. Любая вечеринка, вечер. Они нам просто помогают, что они вдохновляют нас на творчество. Главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова впервые выступила на сцене Дворца культуры. Песня на слова Роберта Рождественского теплом отозвалась в душах многих зрителей. И давняя любовь моя останется единственной. Любовь моя далекая зовет меня, хранит меня. Моя лирическая натура подсказала мне, что нужно брать то, что к душе ближе. А именно песня из фильма «Однажды 20 лет спустя». Наверняка многие этот фильм любят, помнят. «Помоги мне. Песенка про зайцев и медведей. На Тихорецкую. Если бы я был султан. Постой паровоз». Разноцветный калейдоскоп любимых песен участники фестиваля предложили зрителям. Каждая мелодия нашла своего поклонника. Та традиция, которая рождена три года назад, проведение подобных фестивалей, а первый посвящался Миронову, я думаю, что она будет продолжена. И вот четыре года, а уж пять-то точно, мест яблоку негде будет упасть. О юбилейной дате, кого из композиторов или кинорежиссеров, будет посвящен следующий фестиваль, узнаем уже в 2024. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видно-ТВ.